Мы просто не отвечали, не говорили, нет, ждите, ждите. Рустам Исмаилов хотел открыть в республике сеть частных спортивных секций, но получилось, что отфутболили его. Со своими предложениями он обращался чуть ли не ко всем районным главам, но получить аудиенцию и начать свое дело удалось только в Казани. В районах республики у нас никакого развития не было. А в то же время на территории республики Башкортостан, благодаря главе республики Башкортостан, у нас получилось реализовать проект в течение одного месяца. Об этом и других схожих случаях чиновничьей черствости бизнесмены рассказали Рустаму Миниханову. Президент призвал чиновников быть чучи, а на бизнес и особенно малые смотреть шире. Культура чиновника, она такая, что не надо с позиции сил. На самом деле мы, вот я каждую неделю говорю, давайте мы повернемся к бизнесу, давайте мы двух человек, трех человек он взял на работу. Это же дополнительные рабочие места. В целом вот 2-2-2, и получается огромное количество людей уже будет задействовано. Как оказалось, в большинстве районов республики у бизнесменов упали деловая активность и настроение. Такие данные исследования озвучил бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Индекс настроения малого бизнеса снизился до уровня 2016 года. И предприниматели отмечают высокие налоги, снижение спроса и недостаток финансирования. Ну, еще раз повторяю, это общий федеральный тренд. Жалобы как подарок, вот надо исходить из этого и постараться отреагировать не агрессивностью, а какими-то действиями, которые будут менять настроение бизнеса. Проблема у бизнесменов республики от федеральных чиновников и их нормативных новшеств. Так транспортники жалуются, что их заставляют вместо региональной системы ГЛОНАСС устанавливать федеральную. Владельцы зданий недовольны, что новые правила по санитарно-защитным зонам получились трудновыполнимыми. У всех должны быть санитарно-защитные зоны. Но за год сделать ее практически нереально, в связи с тем, что замеры делаются только при определенном направлении ветра. Например, мы делаем в Чувашии для наших клиентов замеры, делаем уже полтора года, 30 замеров, и не можем их доделать, потому что нужного направления ветра нет. Еще вопрос к федералам. Регламент проверок. То, что карают, не дав исправить ситуацию. Приехавший на совет заместитель федерального министра экономического развития сказал, что его ведомство готово всячески содействовать бизнесменам. Раньше регионы зависели от федеральных решений. Если федеральный регулятор говорит, что вот такие критерии можно применять по рискам, тогда регион по своим видам контроля это реализует. Сейчас вы это можете делать сами. Я хочу сказать, что вот эта форма, такой совет, это действительно очень эффективный инструмент. Я посмотрел историю, не так давно он работает, но те вопросы, которые поднимались, они имеют значение, действительно, Рустам Николаевич сказал, для всей страны, это не какие-то отдельные специфические вопросы для республики Татарстан. И для нас очень важно, что есть в регионе внимание первого лица к этим вопросам. Это создает гарантию не только решения проблем внутри региона, но и того, что эти проблемы на федеральном уровне получат должное внимание и будут решаться. Подключиться к решению таких республиканских вопросов федерального значения Рустам Миниханов поручил министрам республики и депутатам Госдумы от Татарстана. Дмитрий Ирин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова